Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня гостья нашей студии администратор группы сухие борщи для СВО их Светлана Михайлова. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте поинтересуемся, что это за группа у вас такая? Да, мы группа волонтеров Северейской автономной области делаем сухие борщи и супы для мальчиков, которые находятся сейчас в зоне СВО. Как эта идея возникла у вас? Эту идею я подсмотрела, честно, у девочек в Амурской области, связалась с администратором, то есть вот Оля нам помогла очень хорошо в этом плане. Мы стали эту идею развивать и готовить супы, отправлять им. Оля рецептик дала? Полностью все, полностью всю технологию она нам рассказала. Технология, очевидно, непростая, да? Расскажите нам основные такие моменты. Вот есть картошка, мясо и капуста. Овощи мы все отвариваем, потом чистим, отварим в мундирах, чистим, трем на терке в электросушилку. Вот они у нас сушатся до состояния чипсов прям такое. Можно похрустеть, да? Да. Мясо также отвариваем, на борщи, на рассольник мы на мясорубке перекручиваем, курочку мы режем. Вермишельку также отвариваем, сушим, перловку отвариваем, также сушим. Судя по всему, уже не только борщи, а ассортимент черри, да? Да, есть куриный суп с вермишелью, есть рассольник. И вот потом эти ингредиенты где-то... Перемешиваем. Дома я перемешиваю эти ингредиенты, да. И потом как-то фасуются же они? Да, прям вот в ведра, там в большие девочкам пишу, они у меня приезжают, забирают и вакуумируют. В вакуум-пакетике, да? Да. И все это в сохранности, долговечность гарантируется, да? Суп, да, может храниться до полгода, вот уже завакуумированный который. А как его принять в пищу, как его употребить? Можно запарить, просто залить кипятком, пять минут, как доширак. И все, и пожалуйста, тебе борщик. Да? И не надо там в условиях передовой сидеть, целый бак картошки чистить и костер разводить. Да, это было придумано для удобства, только для мальчишек, чтобы они там не заморачивались, что им покушать. А высыпал пакетик, запарил. Порции мы делаем разные, мы делаем и одну порцию, то есть вакуумируем, и до пяти порции мы вакуумируем. То есть разные. И кроме смеси там еще что-то, да, попутно идет? Ну, конечно, все приправы туда идут, то есть зелень, это обязательно. Сухарики. Сухарики, да, сушим. Это каждому супу мы даем сухарики, потому что, мало ли, а вдруг нету хлеба. А так сухарики закинул, уже хлеб тебе. Ну, да. Ну, главное сухариками не демаскировать позицию громким хрустом. Так, наверное, за уши не оттащишь, потому что знаю, главный ингредиент в этом деле душа, наверное, да? Большая группа у вас? В группе примерно 115 человек у нас. Кто-то чистит, кто-то варит, кто-то трет, сушит, то есть кто-то просто помогает нам финансово, кто-то привозит овощи. Ну, даже на постоянной основе у нас есть кто-то привозит овощи. Фермеры какие-то? Нет, просто люди. Достают, считают нужным заняться этим, привезти. Да. Не только девушки в группе? Нет, у нас мальчики есть в группе, мужчины. Картошки, куль принести? Ну, конечно, это ж все тяжелое, это ж таскать надо. Большие объемы производства? Ну, вот на сегодняшний день, вот я могу сказать точно, у меня с Биробиджана ушло где-то около, ну, тысячи порций, наверное, больше даже. Ну, примерно, наверное, тысячи-полторы. И вот с Николаевки примерно столько же. У нас там филиал в Николаевке есть. В Николаевке, да, мы с Ириной Савельевой вместе вот создавали эту группу, работали. Она в Николаевке, я в Биробиджане. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы у нас были еще такие вот люди, которые взяли на себя ответственность и вот в своем там населенном пункте тоже создали какое-то такое небольшое производство и тоже бы делали это. Конечно, классная идея, наверное, вот наши бы сельские районы, если бы поддержали, откликнулись, было бы вообще здорово, да, Ленинск, Мурзец, Медович, Блуча, там огороды, живность есть какая-то, хозяйство, может быть, вот это было бы все в самый раз, как говорится, в самый цвет. У вас что побудило этим заниматься? То, что просто мальчишке звонили и просто говорили, что кушать нечего. И добрая женская душа, ну как я мужика голодным оставлю, да? Ну, конечно, как-как. Взялась за паломник, за кострюльку. Ему воевать надо, а не думать о том, что он там голодный сидит. И, наверное, в группе там тоже у людей много близких сейчас на передовой. У всех. У нас сейчас, я думаю, что каждая вторая семья, у которых там близкие. У всех наши близкие, у каждого. Даже если не родные, все равно они нам. Да. Ближе мало кто есть, чем они. Отзывы от клиентов есть? Что говорят? Отзывы от мальчишек есть. Говорят огромное спасибо, присылайте еще. Мальчишки, как бы им нравится. Ну, еще бы. Это там только уникальные продукты вот от нас и Амурской области. Или уже по стране движение развивается? Я, например, знаю, что где-то, по-моему, в Белгороде, что ли, тоже делают такие сухие борщи. Еще вот где-то видела, тоже собирают женщины тоже сухие борщи. Так что ноу-хау по всей стране сейчас развивается. Это рецептура, технология. Да. Вот недавно мне звонила девушка с Приморья. Спрашивала. Поделились. А что это такое? Да. Можно к вам обращаться? Можно. А в группу в эту вступить можно чем-то? Конечно, нужно. Помогать, участвовать? Как сделать это? Можно. А как это сделать? Ну, я дам ссылку, номера телефонов, на которые можно звонить. Мы добавим в группу. То есть можно прийти по ссылке. И как-то поучаствовать, либо потрудиться, какую-то операцию осуществить, либо помочь что-то поставить, привезти. Да, люди с электросушилками, вакууматорами, мы прям только за. Кто-то, может быть, с овощами может помочь, кто-то с мясом может быть помочь. Ну, все по-разному. Что самым дефицитом является? Ну, самое такое, это мясо все-таки. То есть если овощи мы можем пойти купить в магазине, а мясо, оно для покупки сильно дороговато. То есть 400 рублей килограмм – это очень дорого. Ну, хотелось бы найти людей, которые смогли бы нам, ну, немножко подешевле продавать. А есть предприниматели, которые помогают? Явец Владимир Самаревич нам электросушилку подарил. Да, вот, к сожалению, не помню фамилию, вот, мужчина нам тоже предприниматель с Биробиджанского района. 500 килограмм картофеля привез. То есть вот хотелось бы найти еще таких предпринимателей, которые могли бы нам мясо подешевле продавать. Будем надеяться, что они найдутся обязательно, и дела будут шириться, и больше продукции пойдет туда, на передовую. А как, кстати, отправляете? Лично я отправляю по почте России. То есть адресную посылку я отправляю, вот там, 5, 7, 10 коробок. Я отправляю именно на конкретного человека, он получает и уже всем развозит, раздает. Может, с Акази кто-то, да, например? Кто-то, да, улетает в зону СВО, мы с ними передаем, кто-то у нас через ДЭК отправляет. Все по-разному. В общем, полевая почта работает, способы есть. Было бы что отправить. Главное, они просят, присылайте еще. Ну, на ура идет продукция, это здорово. Пусть она поможет нашей победе. А вот, кстати, когда победим, может, это после войны бизнес будет хороший такой? Нет, эта себестоимость очень будет дорогая. То есть этот пакет от борща будет очень дорого стоить. Он более 400 рублей получается. И эта порция на сколько? На один раз? На одного человека. И вот сейчас пока вот эти расходы вы лично несете? Ну... Покупаете за свой счет в основном? Ну, да. Ну, за счет вот нашей группы. Святые люди, большое вам спасибо. Чем можем, тоже постараемся помочь. Можете пригласить, вступать в вашу группу и о помощи попросить. Присоединяйтесь к нашей группе. Кто чем может, помогайте, пожалуйста. Мы очень ждем неравнодушных людей, которые готовы помогать. Нашим мальчишкам на СВО. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин